Скажем башню. Плавик сладко, красиво. Сейчас около 9 утра. Насип уже уехал по делам делать документы. Мы должны были вместе поехать, но там перерыв по времени. Мы прям вообще то не успеваем, то боимся, что до перерыва что-то не успеем сделать. А после перерыва мы уже будем заняты, у нас будут планы. В общем, не буду сейчас задаваться в подробности. Я сейчас собираюсь. Попыталась накраситься, как у меня это получилось, конечно, с контрастом, как было вчера. Это когда фитосессия у меня была, когда меня красил визажист. Я такая, господи, я вообще ничего не умею. Но ничего страшного. Если бы я прям хотела научиться и красилась бы каждый день, я бы научилась. Потому что я всегда говорю, что всему можно научиться. Все, что захочешь, действительно, истинно желаешь. И делаешь шаги к этому, ты этому научишься. У меня макияж не в приоритете, поэтому я просто смотрю в окно, там белки бегают. Я не могу. Я просто обожаю нашу квартиру из-за этого. Просто каждый день белки вот зимой 24 на 7 по несколько штук сразу прыгает. Это так захватывает дух. Давайте я расскажу по планам. Сегодня, хотел сказать, день рождения, но нет. В общем, недавно, совсем пару дней назад, был день рождения у сестры Носиба. И через пару дней вперед день рождения у мамы Носиба. И мы выбрали такую дату по центру, чтобы отметить сразу два дня рождения, потому что они не хотели два раза ходить в ресторан. Я забронировала сейчас столик в китайском ресторане на Новом Арбате. Это, ну, прям центр-центр. Я не особо люблю это место, но это место, где я единственный раз в жизни работала в найме. И то там я, типа, как стажер была, то есть меня не устраивали. Это вообще неофициальная работа, так скажем, была. Вот просто как-то временно я как стажер была, поэтому ничего там не делали со мной. Просто потом зарплату как стажеру, там, минимальную, так скажем, выдали. И я больше не ходила в это место. Это было кафе, я работала официанткой. Меня прям долго как-то держали стажером. Обычно две недели это длится. Меня, наверное, полтора месяца держали. Ну, я просила, потому что я не хотела дальше устраиваться. И я просто думала, лучше мне будет поменьше платить. Но я вот поработаю полтора месяца без трудоустройства, чтобы... Ну, просто не хотелось. Я понимала, что это вообще не мое. Если меня устроят, это, возможно, затянет меня. Там специальную банковскую карту зарплатную делать. Нет-нет-нет. Я все-таки хочу быть ИПшником, хочу вести блог. Это на тот момент, конечно, у меня не было еще блога. И я не понимала, куда развиваться, чего я хочу добиться. И просто хотела опыт работы в найме. И тогда сразу поняла, что это не мое. Но при этом я сразу вам скажу, что я разделяю работу в найме в шикарном офисе в Москва-Сити, так скажем, с панорамным видом, за макбуками, iMac'ами. И работа в найме как официанта. Я понимаю, что это вообще небо и земля. Но все равно, можно сказать, опыт у меня такой был. Поэтому мне не хочется туда возвращаться, по крайней мере, в сферу обслуживания оффлайн. Нет-нет-нет. Я сегодня уже выброшу цветы, которые сзади меня стоят, потому что им ровно... Нет, даже больше недели, уже восемь дней, восьмой день они сегодня стоят. Ну, они хорошо прям прослужили, постояли. Это с учетом, что я каждый день воду меняла, каждый день их подрезала. И один раз вот эту подкормку насыпала. Я на влог прям это делала. Если смотрели влоги, вы знаете это. Я, как обычно, все без зеркала делаю, поэтому не представляю, как там у меня выпрямляются, не выпрямляются волосы. У меня сейчас будет созвон с ученицей на новом потоке наставничества. Самый первый наш созвон, начало программы. Я прям обожаю именно первые созвоны, последние созвоны. Это как-то по-особому эмоционально, что ли. Я человек, который эмоции всегда в себе держит, поэтому, ну, мне важно это просто внутри себя прожить вот такое событие. Это как будто праздник очередной. Я заказала букет к нам домой, потому что мы встречаемся с мамой на Сибу уже в центре. Я подумала, что будет неправильно, если мы... Ну, не то что неправильно, а неудобно просто скорее. И вместе с подарком мы также дарим вазу. Тоже, мне кажется, очень символично. Если даришь цветы, то даришь вазу. Потому что я еще вчера выбирала между теми цветами, которые я заказала, просто букет красных роз, и букетом очень красивым, таким тоже нежным, в коробке, в шляпной коробке, которые не надо поливать, доставать. Но при этом я понимаю, что мы уже подготовили в подарок им вазу, и будет некрасиво, если я подарю цветы в коробке и при этом в вазу. То есть непонятно, зачем тогда ваза, ну так скажем. Ну, в общем, это заморочки, конечно, ваза всегда пригодится, но мне кажется, правильнее сделать, как я в итоге сделала. Ну, конечно, Аня всегда права. Сегодня утром, кстати, вот прямо перед тем, как на СИП поехала за документами, обсуждали, что есть же пять языков любви — подарки, время, одобрение, помощь, и я пять или четыре назвала. В общем, когда я изучала эти пять языков любви, там, для блога тоже мне это нужно было, потому что у меня изначально блог был на тему отношений, я тогда задумалась, типа, язык любви — помощь. Неужели какой-то человек разговаривает на этом языке любви? Ну, разговаривает. И действительно, ему самое главное, там, в отношениях с людьми — это чтобы ему предлагали помочь, чтобы ему помогали. И я такая думаю, странно, кто вообще выделил этот язык любви. И знаете, что оказалось? Что у Носиба этот язык любви. Вы представляете, сколько лет мы уже жили вместе, сколько лет мы были в отношениях? Я этого не понимала, и как только я это изучила, и мы с Носибом прямо определили, посидели, поговорили, какие у нас языки любви, мы поняли, что мы можем вообще двигаться по правильному направлению, без каких-то ссор, ошибок, вот если будем действовать исходя из языков любви. То есть я чаще начала Носибу помощь предлагать, и он вот сегодня утром лежал такой, а какие мне документы с собой нужно взять? Ты могла бы, пожалуйста, собрать их для меня? У меня же язык любви — это помощь. Или же так мило улыбается? Я думаю, ну, конечно. Но это так забавно, что я бы никогда к этому не пришла. Просто вот в ходе нашего общения я бы не поняла, что это самое главное для него важнее, чем там обнимашки, важнее, чем слова поддержки даже. И вот насколько хорошо бы вы партнёра своего не знали, если он сам не говорит, какой у него язык любви, то вы можете вообще всю жизнь прожить, грубо говоря, неправильно в отношениях. Из-за этого могут и ссоры возникать, и не будете находить компромиссы, и другие все проблемы в отношениях, мне кажется, очень сильно связаны от языков любви. Потому что, ну, к примеру, у меня язык любви — это одобрение, это слова. И я никогда не думала, что это так, потому что я очень закрытый, молчаливый человек. Я думала, мне, наоборот, комфортно, когда человек как можно больше молчит. У меня оказался язык любви, одобрение. И я поняла, что мне действительно важно, чтобы Насип говорил, как у меня любит. Я иногда прямо сама спрашиваю, потому что мне очень редко такое говорили в детстве. Папа, ну, то есть вот мужской пол, что для девочки важно, папа никогда такого не говорил, потому что, ну, папа такого же характера, как я, он такой закрытый. Не то, что стеснительный, но для него вот сказать такие слова — это прям, не знаю, какой-то героизм, которого никогда не было в жизни моей, при моей жизни точно не было. Поэтому видите, как оказалось, что это мой язык любви. Я провела созвон только что вот прямо здесь, и доставили цветы. Я в шоке, какие они маленькие оказались. И я выбрала еще большой размер, так скажем. Пакет огромный, цветы сами, ну, вот, смотрите. Хотя вот тут много штучек, и классные. Без обертки они, наверное, будут смотреться, ну, довольно пышно. Открытка еще, упаковка классная. Не знаю, довольно маленький такой пакетик, но при этом мило, классная. С другой стороны, у нас ваза тоже небольшая, которую мы дарим, поэтому нормально, мне кажется, будет. Вот так, красная роза. Я сейчас собираюсь уже выходить. Сумку разбирала вчерашнюю со съемки, тоже большую, что-то я вообще ничего не достала. Но, в принципе, там просто сложенная одежда. Не знаю, нужно ее будет простирнуть еще раз или нет. Пакеты разбирала, цветы вот тут положила, их вот точно в руках повезем. И вот тут подарок, я так прикрыла, тут две кромки, получается, и на сильной рюкзак положим. Знаете, у тебя как настроение? Великолепно. Вкусный баунтик. Вчера оставил у меня, да, кусочек? Да, а ты уже съел, что ли? Конечно, я как увидел сразу, ну, вот так. Мы едем в ресторан, он тут баунтик перед выходом. Ну, это шоколадки же, их можно. Расскажи, как у тебя дела с документами пришли. Ну, никак, мы не сказали, приходи завтра. Ты что, начала использовать столько? Да, я же тебе сказала, я... Ну, я думал, ты попробовала, у тебя не получилось, потому что я так понял, что она сжимает экран. И ты же там что-то подкладывала, да, вроде, я видел? Я потому что чехол с айпада сняла, а сейчас с чехлом все отлично. Прикольно выглядит. Не зря покупал. Настя, ты такой красивый. Когда бритый и подстриженный? Да, я Настя ему всегда говорю, Настя, ты такой красивый, когда бритый и подстриженный. И он сразу такой, так, мне нужно подстрижать, и так, ну как, у меня шея заросла уже. Всегда теперь об этом думают. Настя, а знаешь, что я думаю? Цветочки выбросить. Давай, может, вынесем сейчас, когда выходи. И потом ты промокла. А я сейчас покажу, как я оделась, я с подарком тут стою, снимаю вам влог. Решила надеть серый свитер, я также пойду в дубленки, там внутри светлый такой мех, тоже бежевенький, поэтому идеально будет. Те же самые штаны, потому что я вам уже говорила, что я их буду носить всю зиму, осень, зеркало, в разводах, все. Потому что с них можно сухой салфеткой легко стереть любую грязь. Это просто находка для меня, для человека, который ходит просто не пойми как, и у меня просто все джинсы испорчены, из-за того, что они не отстирываются от этой грязи, слякоти. Ужас. Поэтому вот так. Думаю, надеть сейчас новые ботинки, потому что у меня полностью образ без черного будет. Как раз-таки коричневые ботинки, думаю, подойдут. Еду со своей бежевой сумкой, ну и все, Насип тот рюкзак берет. Подставка, про которую Насип говорил, это спасибо за звуки, Насип. Это вода от цветов была. Есть подставка икеевская, 150 рублей стоила. Вот эта подставка, я не помню, сколько она стоила. Ну, сейчас она, наверное, точно уже 2,5, может даже 3 тысячи стоит. Я сюда просто вставляю планшет, потому что, естественно, вот сюда планшет не помещается огромный. Я провожу созвоны, как бы на меня вот так он направлен. И тут можно регулировать. Вот тут кружочек крутите и регулируйте расширение. Ну, на самом деле, это подставка сюда, чтобы вставлять закрытый макбук и подключать его к вашему монитору. Например, вот я макбук могу закрытым сюда поставить. И у меня процессор макбука, вот все сильные качества макбука. Но к этому монитору, например, можно было бы подключить его сюда, вставить вертикально такой ноутбук. Но мы решили все-таки ноутбук не брать, а ту подставку я заранее заказала. Поэтому сейчас она нам особо не нужна, но вот хоть и пригодилась. Сейчас поехали в ботинок, поехали. Я в них сейчас пойду. Ты про новые? Я забрала у нас Сиба цветочки, чтобы сфоткаться для сториз, чтобы мы выехали. Держи, спасибо. Вот, так что идем. Погода, на самом деле, классная. Вот как на Сиба я описывала, я просто в градусах не разбираюсь. У меня говорят минус 7. Ой, минус 9, да, минус 11. Я такая думаю, ну сколько это, я вообще не понимаю, холодно, не холодно. И Настеб говорит, холодно, но ветра нет. И вот в точности, как он и описал. То есть, мне кажется, даже можно там прогуляться без перчаток, но без шапки у меня абсолютно нормально. Но не знаю, как дальше будет. Ну что, красавчик, приехали мы уже в центр. Смотрите, у какого красивого мы здания. Это кинотеатр художественный. Ой, там стройка идет на Новом Арбате. Я вообще в шоке, я думал, его никогда не будут застраивать. Типа там же исторический памятник. Там рекламный ищит большой. А я его просто, думаю, сто лет здесь не был. А летом последний раз был. Да, кстати говоря, это какой-то не такой район, хоть это прям в центре. Ну, тут вот за этим желтым зданием просто уже купола Красной площади, так скажем, башни. Мы зимой, наверное, тут никогда не гуляли. Мне кажется, я вообще за свою жизнь ни разу сюда зимой не ездил, потому что ехать неудобно. С твоей мамой? Да, когда к Смоленске пешком шли вместе, все. Не помню. Я помню, что ты один с мамой был. Очень холодно, на самом деле, если у нас в районе не было ветрено. Клаком очень ветрено. Да, я жалею, что перчатки не взяла, но с другой стороны... Ой, это тоже классное здание. Похоже на какое-нибудь Министерство иностранных дел, но оно в другой части Москвы находится, поэтому не знаю, что это такое. Министерство внутренних дел? Нет. Кстати говоря, хочу очень сходить в этот кинотеатр. И вот пока мы здесь, я вспомнила, надо будет сегодня вечером прям забронировать, я не знаю, либо билеты туда, либо как туда попасть. Там, по-моему, просто кафе есть, и можно попасть в кафе, не посещая кино, потому что я кино не люблю смотреть фильмы, поэтому это не для меня. Вот для меня вариант зайти там, пофоткаться, погулять, покушать, кофе выпить. Я вот как раз на Сибу спрашиваю, будем ли мы снимать цветы и забертки? Не надо. Нет? Просто в любом случае в ресторане нам, скорее всего, дадут вазу, и надо будет их поставить. Да, а я по-любому сниму там. А, ну хорошо. Я просто думала, что мы сейчас подарим сразу. Ну ладно, таблиц. У меня сейчас рука так, как льдышка просто, остановилась на месте, и я даже могу не завершать видео, потому что не двигаюсь. Просто как будто штатив автоматический. Ну да, сейчас уже телефон включить начнет от пола. Кстати говоря, у меня немного заряда, но ладно, 78%. Для меня это просто паника, это очень мало. Я вот такой человек, который прям переживает по этому поводу, и даже если 95% у меня на телефоне, я поставлю на зарядку. Лучше всегда подзарядить, чем в последний момент вот так бегать, типа, блин, я не зарядила. Я перед выходом заряжала, но что-то не додумала с собой провод взять, чтобы еще в дороге зарядить. Но, с другой стороны, мне этого хватит, просто я такой параноик, что я такая, а что если нет? А что если? Плюс все-таки VPN надо включать, вот видео я снимаю, много фото буду делать. Таймлап снимать, это, конечно, много зарядки съедает. Тем более, если я сразу буду монтировать и все выкладывать, это вообще жесть будет. Очень холодно, ждем сестру и маму Насиба, пойдем вместе в ресторан, опять же, отмечать два дня рождения, если так можно сказать. Как-то посерединке мы встретились, потом прогуляемся, если не будет так прохладно, если мы, наверное, чай с собой возьмем, потому что мы хотели сначала встретиться на районе, там тоже, похоже, и ресторан есть, можно было туда сходить, но подумали, что можно будет прогуляться по центру, все-таки праздник. Такую погоду вообще, мне кажется, никто не захочет гулять. Ну ладно, все равно в центре нарабатывается. Я буду, наверное, свою самую-самую любимую пасту в этом месте. Это толстая лапша с говядиной. Я при этом мясо не люблю, то есть обычно, когда я куда-то прихожу, я могу взять, ну там, знаете, если это пицца, маргарита и ту самую маленькую, съесть не целиком, во-первых, я немного ем, во-вторых, я очень редко мясо ем. А тут мне настолько нравится эта говядина, что я готова хоть каждый день ходить, есть эту говядину. Ну, конечно, она в соусе очень-очень жирная, но какая разница, я калорий не считаю, с этим проблем никаких нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я теперь пытаюсь попасть домой Уже миллион раз пожалев Я шапку не взял Перчатки-то еще терпимо В кармане Или если с носе будем за ручку Держусь тепло А так Я даже просто не умею Даже шарф Даже, даже Ой, у меня снег в рот Даже летит Даже Не умею шарф завязывать Так, чтобы он как шапка был Ну и плюс Времени не было Мы просто вышли Сразу бежим снег идет по щекам не бьет бьет болею очень температура я как дура и женьки ловила очень мило клевый вечер делать нечего там где нет тебя сейчас я посмотрю как снимаю потому что обычно я на 05 отдаление снимаю два раза дальше а сейчас вблизи и я представляю что только мои глаза видны твои зубы как ты боишь пока стояли в очереди набрать миллион всего чисто жертва маркетинга а я думаю сникерс уже думал сникерс папа ужин сникерсом вот это хороший у тебя ужин сникерсом могу тебе ловить раздельцы мой хороший давай аж джентльмен настоящий я выиграл конкурс джентльмен я тебе рассказывал в школе я тебе сто раз рассказывал хвалился уже выиграл конкурс поэтому я джентльмен такой сними шарф пожалуйста конечно еще что снимать лохудру смотри какой ты лохмач давай довольна ресторан сходи коктейль попили покупали да мы зашли забрать после а мы зашли забрать перчатки и прямо у подъезда встретили курьера который мне отправил ну не курьера мне отправили как бы подарком можно сказать на интеграцию но . с подарок то есть я могу там свое мнение просто сказать протеиновые батончики печенье будет не единогласно потому что я что они идеальные сколько лет я ему это уже выглядит как интеграция к его так купленная речь но не сказал просто фанатеет у него и протеин постоянно от этой фирмы и нам присылают уже полтора года регулярно тебе интересно что прислали конечно я начала я вкуса не выбирала в этот раз обычно не дают вкус и выбрать так тут три коробки как и обещали это протеиновые батончики микс прислали это что-то новое карамель шоколадная арахисовая паста и штрудель оооо штрудель это моё давно не отправили батончики блиииин Нюша блиииин Насип мне надо не с собой интеграцию снимать а тебя снимать какие у тебя эмоции живые от того что нам что-то присылают офигеть штруль кстати говоря на зим каждый день носят штаны которые мне прислали ради одной отметки в социальной сети с картинками это батончики реально прикинь 12 батончиков по 60 офигеть а ты что открыть пытаешься стоит уже такой да 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 я не знаю где можно слюнями обливается я просто помню нам давно их не отправляли но когда отправляли я прям рубил они такие как жевательные их надо пожить они прям очень вкусные по структуре такие приятные не как песок таких вкусов не было кстати да ну ты помнишь они не как обычные да 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 а это не мучные они такие как которые пожевать надо они потому что из фиников сделали да да блин блин когда уже когда ты откроешь когда ты снимешь интеграцию я уже 3 минуты снимаю как ты радуешься не а когда ты интеграцию снимешь чтобы я съел уже когда ты в труселях перестанешь стоять ну все я пошел тогда ооо точно такие же как в прошлый раз были печенье с шоколадом которые самые вкусные у них же есть с ягодами и шоколадами ну кстати с клюквой они тоже прикольные мне больше такие нравятся но у меня и с клюквой тоже нравится и вот новинка она еще в коробке кстати говоря вот это мой ужин будет потому что я очень наелась в ресторане потом мы еще заходили и я не снимала пекарню и все поели десерты огромный кофе чай мне вообще ничего не хотелось я настолько наелась да я посмотрю а так лучше? я даже белые оделся праздничную одежду он каждый день в этом ходит я хотела сказать что на СИП всегда ходит в штанах которые мне присылали просто ради одной отметки он так их обожает шоколад шоколад там написано шоколад офигеть это как нутелла офигеть 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 а можно я отходил так? честно? да открыл а ты хотел прям языком обожать? да я уже прям нужность хотел ну как печенье пахнет да нет я чувствую запах мне кажется она на морозе сейчас подморозилась а надо чтобы она прям как нутелла я чувствую шоколадом пахнет все ждем завтрашнего утра чтобы это есть поближе нас сделал прям шоколад темный я еще эту упаковку сейчас сниму тут классно что у них даже скотч брендированный да 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 вообще толпчик ты че это реально как интеграция выглядит ну честно нет кстати моего брата мы подсадили на эту продукцию он себе отдельно заказывал шейхи открой открой не я посмотреть хочу я просто посмотрю а завтра когда ты снимешь интеграцию потом или че ты там интеграцию снимаешь очаги о май у них 33 блока стоят смотри ну все так что такие как я не залезли да да тут тоже наклейки смотри там вон они смотри тебе одного можно снимать ты там они внутри заглядывай ты сейчас пальцами попробуешь достать один а я могу кстати смотри О, это для меня! Арахисовое! Арахисовое! А я когда вкусы называла, ты где был? Я не слушал тебя, у меня в голове был, как я его ел. У тебя штрудель в голове был. Да. Да ладно, карамель! Вот он! Не пахнет ничего, не улажни. Всё, давай перебиваться, мысли. Всё, давай, иди. Я сейчас уже сделаю себе чай, покушаю кузю лакомкина. И, наверное, снимать всё уже завтра буду, потому что я сейчас вообще никакая. У меня очень долго дома не было. И вчера весь день я не дома провела, поэтому мне нужно подзарядиться, подпитать энергией. Плюс очень много всего монтировать нужно, поэтому полежу уже в кровати, в телефоне дела, всё поделаю. Даже интернет особо не включаю. Вот мне самое главное просто смонтировать, всё обработать, чтобы было всё готово. Потом уже могу расслабиться, там какие-нибудь видосики посмотреть и так далее. Ну вот самое главное сейчас прибраться немножко к дому, потому что ты после созвона, я ничего не убирала. Я думала, мы гораздо раньше домой приедем. И смогу там ещё, не знаю, за планшетом посидеть, за работой. Но, оказывается, нет. Но ничего страшного. Главное, что вы просто идеально провели время. Вообще никаких казусов. Супер-супер-супер классно. Так что всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели этот влог. Спасибо.